Всем привет, дамы и господа! Уже заканчивается 2019 год, начинается 20-й. И некоторые задаются вопросом, стоит ли покупать прошлогодние, позапрошлогодние флагманы и так далее. Ну, конечно же, у меня нет возможности проверить все флагманы, которые есть на рынке, но некоторые я регулярно проверяю. Это флагманы от Samsung. И сегодня у меня на руках флагман, который был выпущен практически 3 года назад. Samsung Galaxy S8 Plus. Есть также версия S8. Конечно же, батарейки не хватает, если вы будете использовать смартфон по максимуму. То есть, 4G игры, яркость на максимум и так далее. Конечно, в таком режиме, если GPS подключите, если еще и NFC, и все-все-все в таком духе, Bluetooth модуль, все активируйте, что в нем можно активировать, то, конечно же, он не проживет у вас целый день. Это понятно, потому что смартфон все-таки на довольно стареньком процессоре, хоть и топовом. И если говорить из личного опыта, то примерно хватает, вот если в жесточайшем использовании, то это примерно полдня. Но это неразумное использование, потому что половина этих модулей вам не нужна. Ну, например, зачем вам GPS, если вы, например, играете в какую-то игрушку? Зачем вам выставлять яркость на максимум? Вы же не будете целый день сидеть на ярком солнце, напротив солнца и играть в эту игрушку, например. И так далее. То есть есть какие-то нюансы, которые позволят вам сберечь батарейку, если подключать разум. И у меня в целом хватало этого смартфона в режиме, когда я пользовался 4G интернетом, GPS и так далее. Кстати, GPS, конечно же, неплохо высаживает батарейку на любом смартфоне. Поэтому тут уж смотрите сами, какие у вас задачи. Но вот у меня хватало на целый день, опять-таки, если разумно пользоваться устройством. Еще из плюсов, раз уж мы поговорили по питанию, это то, что здесь поддерживается быстрая зарядка как проводом, так и без провода. Это очень удобно, потому что я к этому привык. После того, как я решил купить себе топовый Xiaomi, я понял, насколько я без этой опции не могу. Потому что я на Mi 9, я сейчас пользуюсь Xiaomi Mi 9. Я на этой опции пользуюсь, ну, наверное, там, процентов 70 всех зарядок. У меня это беспроводная зарядка. У меня даже две беспроводных зарядки находятся. Я пользуюсь либо одной, либо другой. Еще в автомобиль хочу беспроводную зарядку. Но это, короче, такие вот мои мысли. Поэтому, если вы любите быстро подзаряжаться и при этом не хотите использовать провода, то это ваш выбор. Действительно, Galaxy S8 Plus. И на данный момент, мне кажется, если вы берете S9 Plus или S10, то у вас будет еще больше всяких опций. Я, честно, не щупал S9 Plus, S10 Plus. Поэтому я не могу сказать, какие там скорости по зарядке. Но здесь зарядка очень быстрая. Если использовать провод, то где-то, наверное, за полтора часа его можно зарядить полностью. Если использовать беспроводную, то где-то в районе двух часов. Но, опять-таки, для беспроводной зарядки это очень круто. Потому что предыдущий мой смартфон Samsung Galaxy S6. Не Edge, а просто S6. Он заряжался без провода где-то часа три. А то и больше. Зависит, конечно, как высадить смартфон. Но, в любом случае, это здорово, что здесь присутствуют все необходимые коммуникационные модули. То есть, это Wi-Fi двухдиапазонный. Это Bluetooth пятого поколения Low Energy. И много-много другого. Поэтому, если вы берете даже вот такой старенький флагман, вы не будете испытывать вообще никаких проблем. Ну, просто потому, что у вас будет все работать. Даже на многих Xiaomi современных, даже таких довольно топовых, этих опций нет. Если вы смотрите мой основной канал, то наверняка вы видели, что я этот телефон променял на Xiaomi V9T. Вот этот красавец. Шикарный аппарат, мне он нравится. Но, понятное дело, что он не сравнится с Samsung. Просто потому, что здесь половины опций нет. Здесь дисплей обычный. Здесь дисплей уже закругленный. И, кстати, по поводу дисплея очень много ходит разных мифов. Очень много всяких баек о том, что он выгорает и все такое. Я знаю, что есть люди, у которых он выгорает. Они мне об этом писали в комментариях. Но, лично я, выгоревшие Samsung, видел только на витрине магазинов. Где они постоянно, вот постоянно вот одна и та же обоина. У них там рабочий стол. Изредка что-то кто-то использовать или может там потыкать, посмотреть. В обычном использовании этого дисплея, мне кажется, будет хватать лет на пять. Если действительно вы будете им пользоваться. А не просто у вас будет какая-то статичная картинка гореть. У меня лично экран не выгоревший. Хотя я не первый пользователь. Я, насколько я знаю, я второй пользователь этого смартфона. У меня есть полная документация. У меня есть коробка. У меня есть все необходимые аксессуары. Этот смартфон в идеальном состоянии. Если не считать, что от времени у него где-то чуть потерлась краска внизу. То есть, какие-то мелкие-мелкие моменты. На дисплее есть маленькие царапольки. Хотя я здесь использовал защитное стекло. И я его сберег идеально. Поэтому этот смартфон я, в принципе, могу смело рекомендовать. Если вы бережете смартфоны. Если вы, например, такой человек, что у вас все падает из рук. То, что вам такой телефон брать нельзя. Потому что у него что сзади стекло, что спереди стекло. Хоть и прочное закаленное, но это стекло. Я видел массу таких смартфонов, которые были разбиты. Если вы активнейший пользователь. Прямо вот активнейший. Пол дня 100% вам будет хватать. Дальше нужно кидать на зарядку. Благо, что сейчас есть маленькие компактные пауэрбанки. Их можно с собой брать. И без проблем обеспечить еще пол дня спокойно. Такому смартфону работы. Говорят, что закругленный экран это как бы плохо. Что там касание, не касание. Во-первых, он сделан так, что вы случайно, даже если коснетесь, ничего не произойдет. Во-вторых, в настройках есть такая опция, что вы чувствительность этой грани. Этих боковых граней понижаете. Следовательно, как бы вы ни нажимали, ничего не произойдет. То есть, тут уж смотрите сами, как вам больше нравится. Каким смартфоном пользоваться. Но после того, как ты берешь Samsung Galaxy S8 Plus. И так далее. Да, там S8 и все вот эти следующие поколения. Ты уже другие смартфоны на них смотришь так, скривив лицо. Ну, просто потому, что они не дотягивают. Это реально флагман. И после флагмана пересаживаться на какое-то более-менее даже топовое устройство. Вот тот же Mi 9T. Классный аппарат. Но если сравнивать с Samsung, здесь можно настроить разрешение 2K. Ну, как бы кажется, зачем на смартфоне такое разрешение. Но когда ты читаешь, глаза не устают. Когда ты смотришь какие-то фотографии, ты видишь их в большей детализации, чем при Full HD. И много-много всяких нюансов. Конечно, у меня в 2K разрешение здесь стояло недолго. Потому что это как бы тоже подсаживает батарейку. Тут можно выставить разрешение HD. Для тех, кто совсем хочет экономить батарейку. Также здесь есть суперэкономный режим. Когда все становится черно-белым. И остается только звонилка. И вот самые-самые необходимые опции. Это когда у вас реально осталось 20% заряда. А вам нужно еще несколько часов походить со смартфоном. Созваниваться с кем-то и так далее. Тогда можно смело включать этот суперэкономный режим. И это действительно круто. Потому что не все смартфоны могут этим похвастаться. Возьмите любой Xiaomi бюджетный. Или даже более-менее среднесегментный. Он не будет иметь этих опций. Там есть какие-то упрощенные режимы. Но они далеко не такие, как в этом Samsung. Поэтому по дисплею вердикт. Он крутой, классный, шикарный, яркий. Если боитесь, что выгорит, не покупайте. AMOLED сейчас прямо вокруг этого AMOLED. Столько хайпа. Все говорят, что он плохой. Вот Samsung очень давно делают AMOLED дисплеи. На своих топовых смартфонах. Это уж 100%. Всегда были AMOLED дисплеи. Никаких проблем не заметил. У меня зрение хорошее. Хотя с самсунговскими аппаратами я пользуюсь уже, наверное, лет 5. Сейчас у меня Xiaomi аппараты на AMOLED. Тоже без проблем все работает. Поэтому тут смотрите сами. Меня AMOLED устраивает. IPS матрица тоже хороша. Но у AMOLED есть вот эта сочность, сверх яркость. Которая мне не хватает на IPS. И как ни крути. Хотя есть очень достойные IPS-экраны. Особенно сейчас, в конце 2019 года, когда я получил на руки Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro. Я понял, что дисплеи IPS очень хорошо шагнули вперед. Так что тут смотрите сами, какие у вас вкусы, предпочтения. Он большой. Практически здесь с боков нет рамок. А вот сверху, снизу есть небольшие рамки. Но что вы хотите смартфону столько лет? В то время это был шик. Да даже сейчас, когда ты возьмешь в руки Samsung Galaxy S8 Plus и какой-нибудь даже за эти же деньги новенький Xiaomi. Разница будет очевидна. Следующий момент это то, что в этом смартфоне есть все, что необходимо. Кроме инфракрасного порта. Который сейчас, мне кажется, что очень малого количества смартфонов есть. Даже у бренда Xiaomi. Не всегда они его оставляют. Ну просто как-то вот он потихоньку выпиливается. То есть здесь и двойной микрофон. Он записывает стерео, кстати, шикарно в режиме видео. Шумоподавление работает отлично. Лоток под карту памяти. Карточка у меня здесь стояла на 256 гигов. Вообще кушал без проблем. Все фото, видео, все сохранялось на карточку. И снимал я на этом телефоне 4К. Ну и конечно же здесь громкий динамик. Достаточно чистый звук. Но по громкости, конечно, он уступает современным смартфонам как ни крути. Возможно, это из-за того, что здесь используется влагозащита. Кстати, смартфон не боится влаги. На него у меня попадал чай. Там какие-то капли. То есть это вообще без проблем. Я даже не переживал, что с ним что-то произойдет. Но под воду я его не погружал. Хотя я знаю, что есть такие люди, которые тестировали в таком режиме. И у них телефон продолжал работать. Потому что IP68 вроде бы. И вроде бы как бы IP68 подразумевает, что ты можешь упустить его и вытащить из-под воды. Ну, как бы не знаю. Вещь дорогая. Я его купил там за 4,5 сотни долларов. Я уж точно не помню. Жалко такой смартфон утопить будет. А починить его потом будет очень дорого. Следующий момент это звук. Я очень люблю слушать музыку на смартфоне. И как вы знаете наверняка, я музыкальный плеер уже не использую. И конечно всегда хочется чего-то большего, чего-то лучшего. Слушать все время на макбуке. Как-то не очень комфортно, когда ты куда-то уезжаешь особенно. Даже если ты едешь там на автобусе, там на самолете. Еще как-то слушать музыку на макбуке некомфортно. Поэтому всегда хочется какой-то смартфон, который будет очень круто звучать. И Samsung в этом плане, наверное, уделывает практически все смартфоны, которые у меня были до сих пор. А вы все знаете, что через мои руки прошло 50 смартфонов. Если так в общей сложности взять. Часть из них, конечно, на канале не появлялась. То, что успел показать, показал. Но в любом случае, это в основном были какие-то бюджетники и среднесегментные устройства. И из топовых смартфонов этот смартфон уделывает до сих пор многих. Наушники отсюда не стали выпиливать. Можно воткнуть прямо в сам смартфон, без всяких переходников. В отличие от современных смартфонов тех же Xiaomi. Ну и камера. Тоже важный момент, потому что многие пользуются смартфонами для Инстаграма, для Контакта, для Ютуба заливают видео. Здесь камера шикарная, снимает 4К. Отлично. Отлично работает фокус, отлично записывается звук. То есть, камера одна из лучших даже на сегодняшний день среди смартфонов, которые у меня были. А у меня было очень много всяких смартфонов. Full HD, 60 кадров. Шикарная плавность. Здесь очень большая светосила. То есть, все эти цифры называть нет смысла, потому что, как бы, цифры цифрами. А на самом деле, очень важно, какая оптика, какая матрица, какой софт. А не только циферки в мегапикселях. Поэтому здесь все сделано четко. И, кстати, если кто-то говорит о том, что, ой, у тебя аппарат глючный, что ты его расхваливаешь, он на Exynos. Нет, это американец, это аппарат для рынка Америки. Здесь установлен Snapdragon. Поэтому я говорю именно про свою версию. Что на самом деле таит себе Samsung Galaxy S8 Plus на Exynos, я без понятия и вряд ли когда-то узнаю. Потому что этот аппарат я продаю. Больше S8 Plus я пользоваться, естественно, не буду. Потому что рынок смартфонов постоянно наполняется. Беру что-то новое, экспериментирую, тестирую. Поэтому этот аппарат, он просто запал в душу. И я не смог его просто так взять и отпустить. Я выставил его на продажу. Сейчас я его продаю. Но перед тем, как продавать, я захотел снять вот такой опыт использования годовой. И, скажем так, стоит ли покупать. Стоит ли покупать его в начале 2020 года. Да и вообще в 2020 году. Мне кажется, даже в 2020 году этот смартфон очень тяжело будет переплюнуть. Потому что сейчас он стоит на вторичке где-то 250, 300, 350. В зависимости от комплектации, истории, состояния и так далее. У меня он в идеале. Поэтому я, конечно, планочку поднял. И продаю его максимально дорого. Ну, получится, не получится, не знаю. Сканер отпечатка работает отлично. С разблокировкой здесь также есть по лицу. Селфи-камера, кстати, снимать тоже хорошо. Я не могу сказать, что этот смартфон какой-то проблемный, глючный. Работает интерфейс классно, плавно. А здесь 4 гига оперативки. Этого хватает. Я уверен, этого хватит большинству людей. Лишь некоторые, такие как я, привередливые, могут иногда заметить, что оперативки не хватает. Мне, например, здесь хватает оперативки ровно так же, как и на Xiaomi, в котором 6 гигов оперативки. То есть, понимаете, да, разницу, насколько все-таки Samsung имеет более оптимизированный интерфейс. У Xiaomi 6 гигов я чувствую себя свободно. 4 гига я уже ужимаюсь и уже он работает не так плавно, не так хорошо, не так все запускается, как хотелось бы. Вот у Samsung такая ситуация, когда у тебя 3 гига оперативки. 4 здесь хватает. Поэтому 6 гигов, я даже не знаю, как бы эти версии, по-моему, 6 гиговыми даже и не шли. Но если будете брать, 6 гигов вам 100% хватит. Если будете брать там S9+, или S10+. Поэтому мой вердикт, стоит ли брать, стоит. На данный момент шикарный. Но, смотрите, чтобы он был в идеальном состоянии, чтобы хорошо держала батарейка, чтобы не был какой-то разборный, не выгоревший экран, чтобы он был четенький. И тогда, если у вас еще полный комплект будет, это говорит о том, что пользователь как бы заботился о смартфоне, берег его. Если есть какие-то вопросы по данному смартфону, задавайте их в комментариях. Я им пользовался практически год. Вот в декабре 2018 года я его купил. И вот сейчас практически декабрь. Осталось там месяц-два. И, в общем-то, про этот смартфон я узнал все, что можно. Я как-то его прям поругать за что-то не могу. Ну, просто потому что есть вещи, которые просто уже время пришло. Например, вот эти рамки вверху, внизу. Но я не могу его ругать, потому что на свое время это был топовый смартфон с шикарным дизайном. Сейчас эти рамки уже неприемлемы, потому что, видите ли, есть Mi 9T, который вообще безрамочный, с легким подбородком внизу. Ну, времена меняются. Спасибо всем за внимание. Как я уже говорил про этот смартфон, можете задавать вопросы в комментариях. Потому что, несмотря на то, что я его продам, я о нем как бы хорошего мнения остался. И я о нем очень много всего знаю. И если есть какие-то нюансы, а в этом видео я не могу рассказать все. Ну, просто потому что я уже давно снял обзор на него. На основном канале можете его посмотреть. Это всего лишь опыт использования и такой вывод, стоит ли брать. В общем-то, такое достаточно постарался короткое видео, но, как всегда, получилось длинное. Спасибо всем за внимание. Если интересно, я оставлю на него ссылки в описании. Посмотрите, сколько он примерно сейчас стоит в Китае. Но лучше все-таки не покупать его в Китае, а купить его по месту. Где-нибудь в местной газете объявлений найдите. В местном каком-то магазине, если найдете, бэушный, новый. Пощупайте, посмотрите, стоит его покупать или нет. Нравится он вам или нет. Потому что я больше чем уверен, если вы до этого не пользовались чем-то таким, пользовались бюджетными смартфонами или старыми флагманами, вы получите массу удовольствия от этого смартфона. Ну, просто потому что он действительно очень заряженный, шикарный. Тут есть столько разных функций, которые я даже не использовал. Я просто прошелся по ним, посмотрел, что они здесь есть. Они крутые, классные. Он просто напичкан кучей всего. Пользоваться всем этим. Но это нужно, я даже не знаю, иметь 10 жизней, чтобы использовать каждый смартфон, который у меня появляется. Пользоваться всеми этими функциями на постоянной основе. И ничего не делать, только и сидеть в телефоне. Вот тогда, возможно, вы ощутите всю прелесть этого аппарата. Кстати, не забудьте, внизу в описании я укажу ссылки на два кэшбэка, которыми я пользуюсь. Если будете все-таки покупать в магазине своего города, посмотрите, может быть, он использует систему кэшбэка, чтобы вы вернули часть своих денег. Если будете в Китае покупать, там практически все магазины возвращают часть денег с покупок. Поэтому пользуйтесь кэшбэком, экономьте. А когда покупаете такие дорогие телефоны, там, я не знаю, сколько вы его будете брать, 200-250 долларов, можно очень хорошо вернуть себе денег на защитное стекло, на чехол и так далее. Пока!